В произвольную программу 22 года Ричарду Да, интересные прыжочки у него запланированы Четверный Тулуп, четверный Сальхов, два тройных акселя Ну, серьезная заявка Серьезная, серьезная, более чем Поэтому я и говорю, что Мы можем увидеть, вернее, надеемся, что увидим такое катание, соответствующее его заявочному лифту Вот четверный Тулуп, падение и недокрут Это уже на замедленном повторе буду смотреть члены технической бригады Что будет смотреть? Докрут или нет? Сальхов, естественно, четверной Музыка 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 Это зависит от самого спортсмена, когда некоторые делают прыжки, 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 а потом уже все остальные часы, он наоборот старается разбить прыжковую часть? Это вопрос тактический, вопрос тренерский. Насколько тренер считает, что можно отодвинуть прыжки друг от друга или выполнять их непосредственно блоком, что может быть удобнее для тренировки. Допустим, два прыжковых блока за программу и между ними вращение дорожек. Или они все подряд идут, первые там шесть элементов, и такой был. Семь большой. Ну вот, несмотря на все его, да, знаменки в начале программы, далее он выглядит, ну, уверенно. Да. По крайней мере, нет такого чувства, что он растерялся. Может быть, количество такое сложных прыжков обусловлено нисколько желанием тренера, чтобы он их сейчас выполнен, а, может быть, прокат является, если, ну, можно так назвать тренировочным, на пути к чему-то там большему, что видит тренер там. Это, кстати, у него первый гран-при в сезоне, я речу. Да я так понимаю, что это вообще мой первый гран-при. Да, так и есть. КОНЕЦ КОНЕЦ Сейчас судьи, наверное, в повторе, да, посмотрят. Да, судьи все это глянут, посмотрят, конечно, поменял немножко середину программы, да, как мы и думали, четверной тулуп оказался выполненным. Андеротет, не докручен. Не докручен, да, меньше. Это, получается, три балла минус. Сняли, да, три балла с него. Три балла. Это судейский джуи за падение, непосредственно еще фаулки такшен. Вот, и стоимость прыжка сразу упала в связи с тем, на 70%, на 30% от стоимости, да. От базовой стоимости. А старался, старался, молодец. А может быть, не всегда нужно делать четверные сразу? А может быть, не всегда нужно делать, но сделать их позже. Тоже большой риск. Проблематично, если у того, что чуть-чуть все-таки человеческий организм уже склонен к тому, чтобы вставать. Пусть даже и не на... Да, бедное. Да, бедное. И выполнить позже просто тяжело физически. Ну, в нем даже на приземлении конек, он дрожит, скачет по льду, то есть настолько неуверенно он становится. Вообще, впечатление какое оставил Ричард? Двойственно какое-то, если честно. Все прыжки, они какие-то вот не то что сырые, а какие-то вот не до конца, что ли? Хотелось видеть хорошие выезды, потому что сами по себе прыжки были, может быть, и ничего, то есть по положению в воздухе, однако на приземлении вот эта болтанка... Неуступчивость, да? Да, неустойчивость. Неустойчивость. Ну, призвольная программа у него лучшая, получается 218.57 и общий ток 145. Да, пока он выходит на промежуточное первое место. То есть у нас все как получилось. Продолжение следует...